Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы продолжим сейчас разговор об апокалипсисе Евангелисты Анна, конкретно его третьей главе, которая содержит вторую часть посланий, переданных Богом через Иоанна вот семи малоазийским церквям. Здесь начинается третья глава, конечно, с некоторой условностью, напомню, что разделение на главы новозаветных текстов произошло ориентировочно около, ну, по крайней мере, там, между X и XII столетиями, поэтому к первоначальному замыслу авторов не имеет отношения вообще никакого. Но для удобства мы им пользуемся, почему бы и нет. Итак, ангел Сардийской церкви, вестник Сардийской церкви, получает следующее откровение. Так говорит, имеющий семь духов божьих и семь звезд, «Знаю дела твои, ты носишь имя, что ты жив, но ты мёртв». Вообще говоря, конечно, услышать подобное было бы страшно, но для читателя важно понимать, что так бывает. Так бывает. Когда некоторая христианская община носит имя, что она жива, но на самом деле она мертва, и не является церковью. Это серьёзная опасность. Понимаете, когда мы забываем об этом и перестаём критически смотреть на собственную жизнь, мы превращаемся, ну, в нечто крайне отталкивающее. Мне кажется, что время от времени каждой христианской общине, как отдельной, маленькой, поместной, так и большой и всемирной, важно примерять на себе вот это обращение к церкви Сард. «А не мертвы ли мы в самом ли деле?» Вот, положа руку на сердце перед Богом. «Вспомни, — говорит Бог, — что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Понимаете, вспомни, в чём на самом деле суть того, чтобы быть христианином. «Если же этого не произойдёт, то неожиданно это будет для тебя, я найду на тебя, как тать». Кстати сказать, в Евангелии ведь тоже Господь применяет это выражение о приходе неожиданной расплаты, как тать в ночи. Это действительно очень серьёзная вещь, когда ты настолько ослеплён, что сам не понимаешь, что ты мёртв, и прямые и неизбежные следствия твоей жизни, твоего нравственного выбора становятся для тебя самого полной неожиданностью. И ты пытаешься сделать вид, что, ах, мы же вроде бы всё делали прекрасно. Вот послание, обращённое к Сардийской церкви, не содержит в сущности ничего, за что можно было бы поощрить, похвалить эту общину. Ну, казалось бы, но, впрочем, и тут Господь говорит, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих. И это отсылка к словам, которые Бог сказал когда-то пророку Ильи, я сохранил себе в Израиле семь тысяч мужей, не преклонивших колено предвалами. Вот на самом деле в логике библейской, даже если взять ещё раньше, скажем, в логике автора книги «Бытия», которая рассказывает о диалоге Бога с Авраамом, про то, какое количество праведников должно быть в Содоме, чтобы Бог помиловал Содом, и разговор Бога с Эзекиилем о том, кто встанет передо мной в проломе за землю сию. Вот и здесь тоже мы видим, что мы сами часто довольно обоснованно думаем, что все так или иначе согрешили и лишены славы Божьей. Но Бог видит мир, видит людей, видит нас как-то по-другому, как-то по-другому. И вот он говорит, есть у тебя несколько человек, которые не осквернили одежду своих, и они будут обличены в белой одежде, побеждающий обличётся в белой одежде, не изглажу его имени из книги жизни. Тоже до некоторой степени непрямая цитата, но аллюзия на слова Ветхого Завета, даже если мать забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя. Не изглажу его из книги жизни. Того, кто хранит некоторую внутреннюю, даже не бросающуюся в глаза миру, верность Богу. Вот эти белые одежды. Исповедую его перед отцом моим. Того, кто исповедует меня. И сами понимаете, что это, конечно, тоже и цитата из Евангелия, потому что Господь Иисус это выражение в нём использует. Предпоследнее обращение ангелу филадельфийской церкви, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Тоже, кстати, характеризующая жанр и библейскую культуру автора, само собой разумеется, неявная цитата из книги пророка Амоса. Да, святый истинный, имеющий ключ Давидов, власть Давида, власть помазанника Божья над народом Божьим. Вот я знаю дела твои, отворил перед тобой дверь, никто не сможет затворить её. Ты немного имеешь силы и сохранил слово моё, не отрёкся от имени моего. Ты немного имеешь силы, это не упрёк. Вот что может быть поразительное совершенно. Наша, наверное, религиозная психология, а может быть, особенности психики, доставшиеся нам от наших обезьяноподобных предков, из которых Бог сотворил человека, да, скорее даже второе, склоняют нас всё время стараться выглядеть впечатляющим, выглядеть сильным. Это проявляется в жизни отдельных людей, мужчин в особенности, да, которые стараются подражать вожаку стаи горилл, какому-нибудь этому альфа-самцу, да и в жизни, на самом деле, христианских общин тоже, когда мы всё время пытаемся кого-то невидимого надуть, изобразить из себя, надувая щёки, что-то гораздо более крупное и влиятельное, и большое. Вот. «Ты немного имеешь силы», говорит Бог, «но сила моя в немощи совершается», говорит он апостолу Павлу. Вот эта немощь, это на самом деле не столько недостаток, сколько, наоборот, пространство, в котором Бог может действовать. Если только мы храним Слово Божье, не отрекаемся от Его имени, и тогда, говорит Бог, вот я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, познают, что я возлюбил тебя. Не если ты будешь при своей немощи корчить из себя нечто, а будешь в этой своей немощи действительно доверять Богу и принимать, и не прятать, жить в правде, в правде о себе, в первую очередь. Вот. Как ты сохранил Слово терпения моего, так и я сохраню тебя от времени искушения. Кто исповедует меня перед отцом моим, перед людьми, того и я исповедую перед отцом моим. Вот. Это та же самая логика и почти та же самая фраза. И еще здесь Господь говорит христианам Филадельфии Сегриду скоро. Потом будет повторено это выражение в самом конце, в заключении апокалипсиса, но и сейчас тоже очень-очень важно обратить на ее внимание, потому что речь не идет о том, что это будет через непродолжительное время, потому что, знаете, там, ну, мы сейчас с вами в 2018 году, поэтому 19-й год будет скоро, а 2318-й не скоро. Не в этом речь, не в этом смысл. Потому что в оригинале здесь стоит слово тахи, которое следует перевести как быстро. Я иду к тебе быстро, я тороплюсь к тебе. Вот что значит в сущности в глубине своей вот эти слова «сегриду скоро». Вот я к тебе тороплюсь, я иду к тебе быстро. Тоже вспомните, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их. Вот теперь после воскресения Господа Иисуса Христа вот это самое медлит защитить их, относившееся к той, к ветхозаветной истории, меняется, меняется на нечто совершенно новое. Вот я тороплюсь к тебе. И это потрясающе важные слова, которые необходимо тоже от Бога услышать и запомнить, и опираться на них в своем сердце, в своей жизни. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моему. Напишу на нем имя Бога, имя Града, Бога моего, Нового Иерусалима». Стало быть, христиан, которые хранят в своей немощи, в слабости, в неимении сил, не пыжась, хранят верность Богу, вот они становятся действительно местом Божьего присутствия, каковым собственно и является храм Бога в Иерусалиме, разрушенный к тому моменту, когда пишутся эти слова. И, наконец, последняя часть третьей главы Откровения Евангелиста Иоанна Богослова – обращение к ангелу Лаодикийской церкви, ангелу Лаодикийской церкви, вестнику этой церкви, напиши, так говорит, аминь, свидетель верной истины и начала создания Божьего. Во-первых, конечно, речь идет о творении, которое совершается через Сына Божьего Иисуса Христа, а кроме этого, свидетель верной истины, видевший меня, видел Отца. По-настоящему всерьез Бог открывает нам всю полноту Себя в личности Господа Иисуса Христа. И это, собственно, ключевая центральная вещь. И вот этот Бог говорит христианам Лаодикий, знаю тебя, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, ни то, ни сё. Если бы ты был холоден или горячий, хотя бы, если бы ты мог там принимать какие-то решения о своей жизни, исследовать им, блажен, кто клянется хотя бы злом и не изменяет, есть такое выражение в псалме, если бы ты был холоден или горяч, можно было бы как-то разговаривать с тобой. Знаете, почему Иисус больше всего разговаривает с фарисеями, потому что они почти единственные в Израиле тому времени, кому было не всё равно, кому было важно говорить о Боге, о жизни, о том, о чём, собственно, Иисус пришёл сказать. Так и здесь. Если бы ты был горяч и принял с радостью, или если бы ты был ледяным и отказывался принять, Павел, например, тоже до обращения на пути в Дамаск был таковым, тогда можно было бы разговаривать. Теплохладность это состояние, которое делает, по-видимому, убийственно невозможным диалог с Богом. Вот чем, собственно, оно страшно. Ты говоришь, что ты богат, разбогател, а на самом деле ты несчастен и жалок и нищ. Вот это вполне комплементарно по отношению к тому, что было сказано в Филадельфийской церкви. Кого я люблю, в заключении здесь говорит Бог, тех обличаю, наказываю, будь ревностен и покайся. И вот одни из тоже самых важных слов апокалипсиса и вообще священного писания Нового Завета в целом. «Се, стою у двери и стучу». Бог говорит, обращаясь к людям, «Я стою у двери и стучу». Очень важный образ. Если ты ему откроешь, он к тебе войдет, а если нет, то нет. Бог не вламывается, Бог очень деликатный, не приходит туда, куда его не зовут, не вламывается туда, куда ему не открывают дверь. И пока ты не скажешь «Да, я хочу, чтобы ты вошел и был здесь господином», он стоит у двери твоей жизни и стучит, и стучит. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, тогда я к нему войду и буду вечерять с ним. Говорится дальше о вечере, о трапезе Господней, в которой Бог сам становится пищей своего народа.